Девушки отдыхают Игорь. Игорь, вирус. Игорь. Подсекай, клюет! Игорь. Ух ты! Ксюик, мы сейчас с тобой вот такого района поймали. Слышишь? Да, пап. Да, доброе утро. Сейчас, что ли? Пап, слушай, это ты на пенсии, мы-то Ксюхой работаем, а Максу в школу. Кому прогулять? Всем! Пап, я тебя очень люблю, но нет, давай, маму целуй. Слушай, пап, в своем репертуаре на рыбалку собрался, нас зовет. Говорит, какое сегодня идеальное сочетание атмосферного давления и температуры? Ваш. Ну, значит будет клев. Угу. Слушай, я конечно нет, но ты с Максом должен поехать. Максим, я ищу туда-сюда, Макса. Ну, ничего, я позвоню в школу, отпрошу его. Разбалуешь. Ой, я тебя умоляю. За один день он от программы не отстанет, тем более он так давно мечтал о зимнюю рыбалку сходить. Вон уже рюкзак неделю стоит. Давай. Давай, иди, буди его. Алло, старыча. Скажи спасибо Ксюше, мы поедем. Но с тебя жареной караси. Ура! Здравствуйте. Здрасте. Привет, Оксана. Привет, Андрей. Дай помогу. Держи. О! Держи. Папку. Спасибо. Что там с грабежом? Ну, ты была права. Бомбанули старушку по наводке внучки-наркоманки. Ты это, подай заявку. Замок тебя поменяют. Чего мучишься? Ну вот, поручаю это тебе как самому лучшему оперативнику отделу. Есть. Ладно, давай убондарим, увидимся. Угу. Давайте пройдемся по старым делам. По грабежу я сегодня все подобью. Подробности нужны? Нет, не надо. С вами все ясно. Маргарита, что у вас? У меня, как всегда, мелочь. Кража кошелька с тремя тысячами рублей. Я хочу услышать, что преступление раскрыто. Федор Иванович, ну это невозможно. Тетка либо сама их потеряла, либо денег у нее вообще не было. Почему мне всегда эта ерунда достается? Так, я хочу, чтобы завтра у меня на столе лежал полный отчет по оперативно-разыскным мероприятиям по делу этой, как вы говорите, тетки. Если она сама потеряла деньги, я должен увидеть доказательства этого. Ясно? Ясно. Так, у нас новое дело. Клиенты страховой компании «Постфактум» обратились в прокуратуру с жалобами на сотрудника этой же компании, некого Сафронова Владислава. Установлено, что он заключал страховые договора на поддельных бланках и присвоил себе денежные средства на общую сумму 5 миллионов рублей. Оксана Александровна, принимайте дело. Ух ты, какой симпатичный. А мне все время либо какие-то старухи, либо уроды достаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай. Аккуратно. Ну, вот ты и дома. Девчонки мои. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно. Ну, не насморк же, или что? Ты соскучился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая красивая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владислав, а у вас как со временем? Я там... я там стол накрыла. Пойдемте, отметим. НЕМЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как? Потрясающе. Я пойду в Полинку посмотрю. Если бы не твоя помощь, я бы всегда, наверное, уже не вернулся. Хватит уже, а? Влад, а правда же Полинка похожа на Никиту? Одно лицо. Бладька, ты даже не представляешь, что ты для нас сделал. Перестань ты уже, а? Ещё давай тост пафосный толкни. И толкну, когда выпить смогу. Ну, только после химиотерапии, да? После, после. Ты лучше скажи, ты где-таки дендища взял? Заработал. Сам, наверное, в долги влез, да? Никит, знаешь что? Ты давай-ка отдыхай, поправляйся. У тебя ещё бой не окончен, а свои проблемы я как-нибудь сам решу. Значит, всё-таки проблемы. Никит, мои проблемы по сравнению с твоими пустяки. Да не глядя его сажать можно. Не глядя, можно человеку жизнь сломать. Собери мне побольше информации о нём, я к интервью подготовлюсь. Есть. СТУК В ДВЕРЬ Да? О, лучший сыщик всех времён и народов. Оксана Александровна, вы не поможете мне с этим кошельком? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Подожди. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, мам. Ксюша, здравствуй. Таблетки, которые ты привозила, не те. Мам, это твои таблетки. Просто производитель другой. Они мне совсем не подходят. Что ты выдумываешь? У них такое же самое действующее вещество. Во всех аптеках только они. Нет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это не то. Хорошо, я поищу твои в интернете. А пока эти попьёшь, ладно? Целуй. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извини. Давай. Только коротко и по сути. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ПРЕТАЛА Максим. Максим! Мам, там дед карасей жарит. Прям пахнет от них. Мам, ты чего? Соскучилась. Здрасте. Ксюха, привет. Смотри, какая красота. Жить я с нами не была. Клеволик, сверь. Ой, дядя Лен, не травите душу. Ой, еще и с корочкой. Зачет надет. Эхо, начадил-то, начадил. Оксана, здравствуй. Что-то еще не переоделась? Здрасте, Галина Петровна. Да, не успела. Ну, что значит, не успела? Пришла с улицы, сразу переоденься и руки помоет. Алиментарная гигиена. Не одна живешь. У тебя в доме муж и ребенок. А ты им микробов принесла. Ну, началось. Бабка воспитательницы включила. Я вообще-то полдня вашу квартиру драйвила. Зачем? Ну, за тем, что ты не убираешься. А чешую с потолка не убрала. Юморист. Да, мама там немножко прибралась. Она не прибралась. Она порылась в нашем белье. Слушай, ну, я даже не знаю, что ее делать. Ну, такая она. Хорошо. Хорошо. Тогда... Тогда решение буду принимать я. И постановление мое такое. Твоя мама сможет появляться в нашей квартире только по приговору суда. И обыски она проводить здесь не будет. Ксюш, да, она перестаралась. Да. Ну, не надо, я друг тебя, хорошо? А то она потом, знаешь, как на отца оторвется. Хорошо. Хорошо, я потерплю. Еще один раз, только ради дяди Гены. И, пожалуйста, поговори с ней, иначе я это сделаю сама. Мне переодеться надо. Я вся в микробах. Не слышу восторгов. Очень вкусно. Спасибо, дед. Дед, научишь готовить? Карас теперь. Это моя самая любимая рыба. Василь, когда я ем, я глухо не ем. Ты можешь косточкой подавиться? Ба. Мы не в детском саду. Не еда баловства. Максим, папа сказал, что ты бросил футбол. И пошел на какие-то танцы? И что это за танцы? Ну, какой-то серьезный коллектив или так, только деньги дерут. Максим, я тебя спрашиваю. Когда ем, я глухо не ем. Твои, что ли, деньги дерут? Родительские. Главное, чтобы пацану нравилось. А ему нравится? Нравится, мам. Ну, хорошо. Все лучше, чем на улице без пересмотра шататься. Я не понимаю, у нас офис или спальня? Сейчас, еще чуть-чуть. Игорь. Почти. Обещал клиенту, да, завтра новых починить. Ты можешь хотя бы не шуршать? Я ем, чтобы не уснуть, прости. А почему, когда ты ешь, я тоже должна не спать? Ксюша, мы, по-моему, вместе обсуждали этот вопрос. Офис снимать дорого. Поэтому я работаю дома. Потерпи, пожалуйста, ладно? Вот я только это и слышу. Потерпи то, потерпи это. Может, хватит уже? Мне тоже всегда нужно сделать до завтра. Но я ни разу домой не приносила работу. Да лучше бы ты приносила. Что? Может, тогда бы мы тебя чаще видели. Я хотел сказать, что тебе твою работу нельзя выносить из кабинета. Можно было тогда... Это ты у матери своей перенял. Стрелки переводить. Я тебя очень прошу, сделай так, чтобы она как можно реже здесь появлялась. Помню, ты сама хотела, чтобы они переехали к нам в паблик. Да, я хотела. Лет десять назад. А теперь все. Помощь опоздала. Максима с ложечкой кормить не надо. И по шкафам лазить тоже не надо. Да при чем здесь шкаф? Твоя мать тоже не особо к нам рвалась помогать. Хотя живет здесь недалеко. А ты прекрасно знаешь, почему. Отец болел. Извини. С мамой я поговорю. Ты тоже извини. Я просто очень хочу выспаться. Ну, спи, кто тебе мешает-то. А я на кухню пойду. Доброе утро. Здрасте, Федор Иванович. Дай-ка я попробую. Вот что значит начальство. У вас даже замки слушаются. А что с настроением? Упадническое. Причины? Самой бы понять. Ясно. Давай-ка с Сафроновым разберись по-быстрому и в отпуск. На перезагрузку. Правда? Правда. Спасибо. Я... Вчера чуть с мужем не поругалась. Сын футболом занимался. Бросил, пошел на танцы. Свекровь спрашивали, что за танцы. А я даже ничего ответить не могу, потому что сама не знаю. Ну, ты когда профессию выбирала, знала, на что идешь? Знала. У тебя пример был. Отец. Так что теперь не жалуйся. Да я не жалуюсь. Ну, а к сыну-то на репетицию на это время сходить? Да я даже не знаю, где эти танцы. Фамилию сына помнишь? Название родного города знаешь? Ну, более чем достаточно для следователя. Работай. Сафронов Владислав Юрьевич. Вот его номер. Так, родился. Родители развелись, когда ему было два года. Воспитывала его мать. Так, это... Учился. Закончил транспортный институт. Вот самая интересная работа. Оксана, смотри, какой послужной список. Ого. На одном месте не засиживался. Увольняли? По каким статьям? Ну, я еще не все проверил, но то, что проверил, уходил по собственному желанию. А семья? Не женат, детей нет. Проблем с законом никогда не было. Прописан в квартире своей матери, а она уехала в деревню к сестре. Я ездил в адрес. В квартире его нет. Соседка сказала, что уже неделю не появлялся дома. Может, сбежал? Это его единственный номер? Да. И алло. Да, не отвечает. Эх, откладывается мой отпуск. Ладно, если до завтра не появится, будем подавать рост. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Здравствуйте. У меня неотвеченный вызов с этого номера. А... Сафронов Владислав Юрьевич? Да, это я. Меня зовут Данилова Оксана Александровна. Я следователь. Буду вести расследование по вашему делу. Надеюсь, не нужно объяснять, о чем речь? Нет, я понял. Еще раз простите, что не ответил сразу. Жду вас завтра у себя. Хорошо. А куда подъехать и во сколько? Я по-прежнему намеренно спать по ночам. Хорошо, я ухожу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ух ты! Ух ты! Это, прости, я сейчас, сейчас все уберу. Разрешите, помогу. А вы не до конца вставляли ключ. Это чисто женская привычка. От этого ключ погнулся, а резьба стерлась. Ну, замок лучше заменить. Спасибо. А вы пришли на час раньше? Да, извините. Я хотел бы ответить на ваши вопросы сейчас, потом дела, и не хотелось бы их откладывать. Хорошо, проходите. Ваша соседка сказала, что вы неделю не появлялись в квартире. Просто она меня не видела. У меня нет другого жилья, я не скрываюсь. Иначе я бы и не пришел сюда. По оперативным данным, вы, являясь сотрудником страховой компании постфактум, заключали страховые договора на поддельных бланках. Нет, бланки были настоящие. Вот как? Да. А почему же тогда ваша компания отказывается оплачивать страховые случаи по заключенным вами договорам? Поддельной была печать. У агентов номерные печати. А печати с моим номером в реестре нашей компании просто нет. У меня другие данные. И они требуют уточнения. Но это не меняет сути дела. Ваши действия – уголовный кодекс. Квалифицируют как мошеннические. Я вижу, что вы готовы сотрудничать со следствием. Вы даже можете не доводить дело до суда. Для этого вам потребуется чистосердечное признание и, разумеется, возврат похищенных средств. Вернуть деньги я не могу. Их уже нет. А где они? К сожалению, я не могу вам ответить на этот вопрос. Почему? Вы не последовательны в своем раскаянии? Это может навлечь неприятности на людей, которые понятия не имеют о моих действиях. Я надеялась, вы себе поможете. Я отпущу вас под подписку о невыезде. Надеюсь, арест не понадобится? Да нет, конечно. Я же не собираюсь скрываться. Сколько денег за него отдали, я не знаю. Зачем просто? Ну, тот гол, помнишь, через себя? Сейчас, подожди. Оксанта, куда? Страховую с директором. Я нужен сейчас? Пока нет. Это же Сафронов у тебя сегодня был, да? Да. Слушай, мне сбежало, а? Да странно он какой-то. Вину не отрицает. Куда деньги, дело не говорит. Ощущение, что выгораживает кого-то. Ну, понятно, кого подельников своих боится. Ну, а зачем тогда пришел? Ну, и нас боится тоже. Не знаю. Запуганным он не выглядит. Ладно, буду разбираться. Оксан, замков на складе нет, я узнавал. Если на бланке стоит поддельная печать, бланк тоже недействителен. Я вас прошу быть внимательнее к деталям. Речь идет об уголовном преступлении. Хорошо, впредь постараюсь быть точнее. Я вот только не понимаю, факт преступления налицо. Преступник сознался. Что вам надо? Мне нужно просить ваших сотрудников. Пожалуйста. Да нормальный парень. Правда, мы с ним особо не общались. Так просто привет пока. И все. Владичка очень уважительный молодой человек. Он всем помогает. Вы знаете, один раз даже меня до дома довез. Давление подскочило. А вы как сотрудник отдела кадров не обратили внимания, что он сменил много работ? Ну, обратила, конечно. Да я вас умоляю, сейчас вся молодежь так живет. Это не мы сидим на одном месте, пока нас не выгонят. Ой, он такой симпатичный. Мы прям все тут на него запали. Но мне кажется, у него кто-то есть. Или он на работе не крутится. Если есть возможность воровать, человек будет воровать. Мы так устроены. Это наша человеческая природа. И вы? Я не ее. Так я недавно сюда пришла. Позже Влада. Вот на другой работе парень воровал. Ну, мы на часть скидывались, а он оттуда тырел. Так он вообще неприятный был. Даже не удивились, что он ворует. А Влад, он другой. Да вот мы как-то в столовке вместе сидели. Он какой-то расстроенный был. Я спросила, что случилось. А он сказал, что у него друг сильно заболел. Друг заболел? Да. Так он ему помогал потом. Лекарства вроде досталось всякие, не знаю точно. А имя друга не запомнили? Да нет, зачем мне. А имя друга не запомнили? Лекарь. Лекарь. Ухару. Имя Владислава Сафронова. Вам знакомо? Да, это друг Никиты. Он подозревается в мошенничестве. Влад? Так вот откуда у него такие деньги. Значит, я по адресу. Ну, давайте рассказывайте, что там с деньгами. Только вы Никите ничего не рассказывайте. Ему еще лечиться, нельзя волноваться. Хорошо, давайте попробуем справиться без него. Вот вы говорили, что Сафронов и ваш муж, они друзья. Вот об этом поподробнее. Ну, Влад с Никитой дружили еще в школе. Так Никита рассказывал. Потом как-то армия, учеба, работа, они не пересекались. Да я даже когда с Никитой встречаться стала, я про Влада ничего никогда не слышала. А потом, когда Никита заболел, мы так все растерялись. Все вокруг стали говорить, что рак надо в Израиле лечить. А это ж такие деньги. Что ж такое? Всегда заедает, коляска не новая, нам отдали. Давайте я попробую. Ну, я деньги через соцсети стала собирать. Она собирала только всяких комментариев, мол, это развод, если нищие, лечитесь в России. Деньги на ремонт, видать, понадобились. В общем, люди злые. Так. Вот, все работает. Спасибо. Знаете, посильнее надо чуть нажимать. Угу. А Сафронов? А Влад просто деньги принес, и мы тут же оплатили лечение в клинике. И даже не поинтересовались, откуда у него такие деньги? Так, а я тогда даже об этом не думала. Я думала, как скорее Никиту на лечение отправить. У нас дочка как раз родилась. Ну, я интересовалась потом у него. А он все, отшучивался. Вот так вот, пришел человек из ниоткуда, отдал огромную сумму денег и отшучивался? Вам самим это не странно? А что нам надо было делать? Отказываться от лечения? Пусть Никита умирает, раз мы не знаем, откуда деньги. Так, что ли? Лариса, вы поймите, с точки зрения закона, вы соучастники преступления. Да, только Ровенгудов мне не хватало. Насколько я вижу, не все присвоенные вами деньги были потрачены на лечение Никиты Белова. Остатки мы конфискуем. Вы готовы сотрудничать или предпочитаете обыск? Никита, еще химиотерапию проходите. Я повторяю свой вопрос про обыск. Да у меня нет денег. Они у его жены. Вот не понимаю. Хотела бы я иметь такого друга для своей семьи или нет? Но остается надеяться, что вам такой друг не понадобится. Дайте пропуску. Я что, могу идти? Да. А что дальше? Пока можете идти, Владислав Юрьевич. Ах, да забыл. Вот новый замок. Если некому, я могу сам поставить. Вы с ума сошли? Заберите. Извините. А я... Идите. Хорошо. Спасибо. Мальчики! Уже пришли? Что-то вы рано сегодня. А ужин уже готов. Я не буду. Вот так. Максим! Не трогай. Ну, пускай остынет. С ним Вера отказалась танцевать. Совсем. Это его партнерша по танцу. В общем, танцы он бросил тоже. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ухожу. Я буду ходатайствовать. А как же быть с Никитой и Ларисой? Белову будут проходить по вашему делу как основные свидетели. А как вы себе это представляете? Что именно? Никита этого просто не выдержит. Да и Лариса тоже. Я не понимаю вообще, как она держится. Ну, послушайте, вы сами поставили их в такое положение. И по-человечески я их очень понимаю. Имея таких друзей, как вы, и врагов не нужно. А деньги? Которые у Ларисы остались? Деньги придется вернуть. Иначе они пойдут как соучастники. Никите надо продолжать лечение. Да. И он его продолжит. Только в России совершенно бесплатно. Опухоль нередкая, поддающаяся лечению, с хорошим прогнозом. И в России лечится по международным протоколам. Протокол международный. Препарата нет. Свините. Да, мам, у тебя срочно? Скорую? Ты что, лекарства забыла принять? Мам, ну нет твоего на складах. Нет. Хорошо, я сейчас приеду. Можете идти. А разве вы меня не сейчас арестуете? Нет. Арест производится по решению суда. Понял. До свидания. До свидания. Здрасте. Здравствуйте. Что еще? Оксана Александровна, у меня есть знакомый, который может достать любое лекарство. Ну, практически любое. Я работал на фармскладе. Я могу узнать. Выглядит как взятка. Не надо, чтобы он слышал. Влад, у меня следователь был. Это оперативник. Я не разбираюсь. Что теперь будет, Влад? Что будет? Меня арестуют, а вы пойдете как свидетели. А деньги? Их что, конфискуют? А как же Никита? Лужи еще лечить. Тихо, тихо, тихо. Они что там вообще, что ли, ничего не понимают? Ларис, ну, бессмысленно ждать от них понимания. Мы должны сделать то, что можем. Главное сейчас, чтобы вас с Никитой не привлекли как соучастники. Тихо, 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 тихо. Я сказал, я сказал, что деньги на химиотерапию уже у тебя. Зачем? Ну, за тем, чтобы их не конфисковали. Вас-то пока не трогают, а я сегодня еле от обыска открутился. Значит так, я сделаю все, что могу, и ты, пожалуйста, не тяни с документами. Да я не тянем в лад. Сейчас все зависит от тебя. Ну, Ларис, ну подумай. Речь идет о жизни твоего мужа. А нельзя как-то подруга? Нет, нельзя. Мне еще в тюрьме сидеть за вас. У нас нет времени. Алло? Владислав Юрьевич, это Данилова. Мне... мне нужен ваш знакомый с лекарствами. Да, конечно. Я сейчас эсэмэской вышлю в номер. Зовут Виктор. Скажите, что от меня. Зовут Виктор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СОПРОНОВСКОЕ ДЕЛА Я сама купила замок. О как! Ты это, не особо торопись. Я с улицы. Машина из прокуратуры еще не пришла. Да? Хорошо, я подожду. Привет. Оксана Александровна. Оксана Александровна, садитесь, я подвезу. Нет, спасибо. Ну, вы поймите, что Никите надо завтра кровь сдавать. После этого отправим результаты анализов в Израиль, в клинику. И, может быть, они разрешат начать курсы химиотерапии. Господи, ну не здесь же. Послушайте, ну, я только хотел, я только хотел сказать, что если это не оплатить... Пожалуйста, поехали. А вам удалось заказать лекарство для мам? Да, спасибо. Мама заработала гипертонию, когда выхаживала отца после первого инфаркта. Папа купил ей таблетки и сказал, что именно эти помогут, и они действительно помогали. Пять лет прошло, как папа не стал, а она отказывается принимать какие-либо другие лекарства. Ей помогает то, что посоветовал любимый человек. Да вы не переживайте, что рассказали мне все это. Я понимаю, что вы следователь, я последственный. Но сейчас же вы не на работе. Остановите, пожалуйста. Да я вас довезу. Нет, остановите здесь. Вы что? Давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ксенька, а у меня сегодня никакой срочной работы нет. А у меня есть. Слушай, по-моему, ты никогда свою работу на дом не брала. А вот сейчас взяла. Какая-то у нас холодная война. А нет никакой холодной войны. У меня есть работа. СТУК В ДВЕРЬ Маргарита, ну что, прекрасно справились с этим делом. Вот можете работать, когда захотите. Передавайте это прокуратуру. Оксана Александровна, а что с делом Сафронова? Уж там-то все ясно как божий день. Неясно. Что вам там неясно? Мотивы. В мотивах пусть тут разбирается. Ваше дело собрать доказательства. Да что я вам это объясняю? Я прошу еще немного времени. Это из-за прокурорской проверки? А что, был запрос? Нет, по Сафронова не было. Ладно. Видимо, вы и правда устали. Оксан, ты мне соврала или Бондареву? Прокуратура запрашивала дело Сафронова или нет? Нет. То есть? Да. Я вынесла папку из кабинета. И отвезла ее домой не спецмашиной, а своим ходом. Вот только не надо на меня так смотреть. Все так делают. Оксана, я что-то не пойму. Ты подставляешься из-за какого-то вора? Скажи, а тебя что, совсем не трогает эта история с помощью друга? Не, ну, давай знаешь, как сделать? Сначала передадим дело прокурору, а потом напьемся, будем слезы лить. Андрей, я тебя очень прошу, ты не сдавай меня пока. Дай разобраться. Да не сдам, конечно. Ты извини, что с языка сорвалось на совещание. Предупреждать, потому что надо. Что дальше планируешь? Я хочу сама поговорить с Ларисой. Я думаю, не надо. Почему? Ну, встретишься, жалко тебе ее с Таней. Потом просто закопаешься ты вот в этом своем сострадании, как в болоте. Хотя, знаешь, если хочешь, езжай. Знай просто, что я всегда с тобой из-за тебя. Ладно. Пока. Андрей, спасибо. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Данилова Оксана Александровна, я веду расследование по делу Сафронова Владислава. Значит, все. Ну, а что вы ожидали? Что ему простят его филантропию? Влад увез Никиту. Анализы сдавать. Вот жду их. Вдруг придется химиотерапию России делать. Ларис, ваш муж поедет лечиться в Израиль. Деньги. Ну, что деньги? Чтобы их конфисковать, нужно решение суда. До этого обращение в прокуратуру. Да, это займет какое-то время. Немного, но оно у вас есть, понимаете? Кажется, да. Ой. А что Никите сейчас сказать? Никита! А вы уже с Ларисой познакомились, да? Никит. Это Ксюша. Очень приятно. Ну, должен же я вас когда-нибудь познакомить со своей любимой женщиной. Ну, Влад, ты вечно с сюрпризом. Здравствуйте, Никита. А пойдемте к нам? Да, пойдемте к нам. Ой, спасибо. В другой раз. Ларис, отдыхайте. Результат анализов будут известны завтра. Да, я сам все получу и привезу, хорошо? Ну, мне кажется, все здорово. Смотри, какой он огурец. Спасибо вам большое. Ну что, Оксана, поедем? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извините. Не ожидал увидеть вас. Без хода ничего другого не придумал. Могли бы сказать, как есть. Ну, и вы могли бы. Но не сказали. Испугались? А вы водите машину? Это вы простите, это... Возможно, не мое дело. Я водила раньше. А... Однажды меня сильно подрезали. Максу было три года. Это мой сын. Угу. Уходя от столкновения, я вылетела на обочину. Врезалась в столб. Потеряла сознание. Я не помню, на секунду, наверное. Очнулась и... Меня как обожгло. Я закричала, Максим, Максим. Обернулась, а его там нет. Почему нет? Да потому что его не было со мной в тот день. Я от страха совсем забыла. Ну, а за руль я больше не сажусь, как отрезала. А сколько лет вашему сыну? Десять. Здоровый уже парень. Да, уже здоровый. Футболом занимался, бросил. На танцы пошел, тоже бросил. В поисках, значит? Ну да, в поисках. А куда мы едем? Никуда. Просто катаемся. Ну, вы же не сказали, куда вас везти. Ездим. Остановите. Оксана! Оксана Александровна! Оксана Александровна... Вы такая красивая. Все, хватит. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ксюшка, может все-таки... Нет, я к маме поеду. Ну, отвешу, тебе к маме надо. Звучит музыка. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Оксана Александровна, а я ведь с вами хотел поговорить. Ну, собственно, о моем деле. О вашем. Ну, в общем, о Ларисе, о Никите. Ну, без протокола, как говорится. У вас было сегодня время. Да, было. Ну, я почему-то... Да нет, я не забыл. Я не знаю. Я понимаю, что я в выходной, вы с семьей. Но ведь меня арестуют скоро. Могли бы с вами встретиться? Нет. Спасибо, что пришли. А где мы с вами сможем поговорить? Думаю, по дороге. Мне к маме нужно. Хорошо. Садитесь за руль. Что? Вы поведете машину. Я же вам рассказывала. Да. Ну, я понял, что вы хотите вернуться за руль. Нет. А что вы так упорно держитесь? За этот ваш выдуманный страх? А он... Он не выдуманный. Вы за себя боитесь? Нет. Ну, ведь сына-то с вами не было. И на самом деле ему ничего не угрожало. Просто попробуйте. Не могу. Можешь. Давай, давай, давай. Едем. Ну, вот. Прекрасно. Она у тебя играть должна. Поднимать. Приподнимать. Игра, 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 игра. Во! Во! И приподнимай. Горяченький. Держи. О, спасибо. А что, Оксана не захотела с нами ехать? Ну, мы же ее не позвали. Точнее, я не позвал. Ага. Значит, чтобы время провести с семьей и особое приглашение наше. Не, начинай, мам. Я тебя очень прошу. Нет, уж позволь мне высказаться. Буду откровенна. Оксана мне никогда не нравилась. Угу. Начнем с того, что нормальная женщина не выберет такую профессию. Только подумай, что у нее в голове. Что? Убийство. Изнасилование. Маньяки всякие. Послушай, мы женаты больше десяти лет. Вот что он у тебя именно сейчас нашло? Я ее люблю, и мне с ней хорошо. Ясно? Тебя он, отец, всю жизнь терпит. А что мне терпеть-то? Тебя он, отец, всю жизнь терпит. Гена! Гена! Ты на скишер тяны надел? Надел, надел! Ты посмотри, и педали знаешь, и помнишь. Смотри, разошлась. Ну, обгоняй. Ну, чего он ползет? Давай. Здесь. Здесь это было. Нет. Господи, а что мы делаем? Моя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Доброе! А что он здесь делает? Тебе звонил Игорь. А ты спала. Прости, я его унес, чтобы он тебя не разбудил. Что же дальше? Влад, если деньги на лечение Никиты уйдут прямо сейчас на счета клиники, то их никто не сможет отозвать обратно. И прости, но это единственное, что я могу сделать. Ну, а что со мной? Ладно. Ну, ты же прекрасно понимаешь. Конечно, понимаю. Прости. Я только хотел... Мне... Я хотел попросить у тебя два дня. Зачем? В выходные мы не можем перевести деньги. Все банки закрыты. Ой, извини. Алло. Алло, мам. Мне тут надоело. Почему? Холодно. Плюет плохо. Я еще бабушка все время учит. Я хочу домой. Макс, это мама? Ага. Ну-ка, дай-ка мне. Иди в машину садись. Алло, Ксюня, привет. Слушай, я вчера звонил тебе. Ты, наверное, спала, да? Алло. Ксюня, ты у мамы? Как она там? Слушай, хочешь, мы туда приедем сейчас? Нет, я дома вас жду. Ага. Ну, ладно. Давай. Мне нужно домой. Угу. Да я понимаю. Да Максиму просто рыбалка не понравилась. Дома хочет. Опять от всего отказывайся. Так и не распробовав. Ну, я тоже так подумала. Но это не слабохарактерность. Это скорее способ привлечь к себе внимание наше с Игорем. Я думала, что ему нужны победы, а ему нужно наше участие. И ты знаешь, когда я это поняла? Вчера, когда ты настояла, чтобы я села за роли. Честно, я думала, что я никогда не справлюсь с этим страхом. Вот. А оказалось, что все эти годы просто никто не хотел мне помочь с ним справиться. Вот. Ну, это было совсем не сложно. Привет. Привет. Ой. Привет. Мама. А что случилось? Он нафин какой-то торопился. Как мама? Мама в порядке, ей лучше. Она, наверное, настроилась, что выходные с тобой проведет. Да нет. Ты же знаешь ее правила. Женщина должна быть там, где ее муж и дети. Тебе так важно это посмотреть? У деда клюет, а у меня нет. Никто не замерз, а я замерз. Не поеду больше на рыбалку. А хочешь, поедем в парк? А у тебя время есть? Есть. Супер! А хочешь кафе? Пойдем кафе? Давай! Игорь, мы тут с Максом погулять собираемся. Поедешь с нами? Не, прости. Клиент позвонил. Я обещал ему компьютер починить. Ну, раз уж домой вернулся. А родители? Ой, отец разве бросит рыбалку? Завтра вечером к Замеру. Ну, значит, не поедешь. Нет. Ты тогда дай мне ключи от машины. Угу. Ой, слушай, можешь вас отвезти? Нет, просто ключи дай. Не понял. Ты что, сама за руль? Да. Ну, ты же семь лет не водил. Ну, что делать? Пора. В кармане. В куртке. Ксюнь, ты уверена? Точно? Извини, я не за машину переживаю, а я за Макса. Я тоже. И я уверена. Ты в последнее время не изменилась как-то? Здорово, мама. Мне понравилось с тобой ездить. Получается, можно просто так взять и перестать бояться? Ну, да. Здравствуйте. Здрасте. Максим? Владислав? А я мамин знакомый. А, Максим, иди, поиграй на скамейке. Ты что, следишь за нами? Да нет, сама судьба привела меня сюда. А как ты узнал, что мы здесь? Ксюш, ну прости, ну как? Я тебе не Ксюша. Как ты узнал? Я просто хотел познакомиться с твоим сыном. Ну, ты бы не разрешила. Не лезь в мою семью. Ну, прости, у меня всего-то два дня осталось. Да, кстати, насчет этих двух дней. Я сначала не обратила внимания. Ты сослался на банки, которые не работают по выходным. Это правда? Они не работают. Да, да, а ты тут при чем? Деньги-то у Ларисы или нет? Ну, да, деньги у нее. Я пойду с ней в банк. Она же ничего не понимает. А ей незачем. Реквизиты принесет. В банке разберутся. Я обещал помочь человеку. Оксана. Оксана, ты можешь мне не верить, но я просто хотел два дня быть с тобой. Ой, Оксана, Оксана. Макс! Да. Макс, ты представляешь, у меня в детстве был такой же футбол. Такая же игра была. Слушай, а в настоящий футбол любишь играть? Ну, не играл. Ну, а чего бросил? Надоело. Надоело? Угу. Пойдем-ка. Пойдем, кое-что покажу. Мам, помоги нам собрать. Пойдем. Так, паспорт. Сюда. Макс! О, положил девятку. Пойдем-ка. Пойдем. Пойдем. Привет. Да, Ксюш, это я. Ну, как вы там? Еще гуляем. Не волнуйся, машину не разбило. Нет, я не об этом. Ладно, развлекайтесь. В чем дело? Зачем ты сюда пришла? Соскучилась. Ты что, дура? Мы же договаривались, что ты здесь не появляешься. А сколько мне здесь не появляться? Ты же ничего не говоришь? У тебя что, кто-то есть? Ой-ой-ой, я одной ногой в тюрьме, дура. Или ты хочешь меня туда отправить? Нет, конечно. Ну, а что тогда тупишь? Ну, ты не звонишь. А я соскучилась. Ну, скажи, ты правда мне не изменяешь? Кира, ты такой бред несешь. Ну, ты же сам сказал, хорошо бы следаком была баба. Тогда выкручусь. Ну, я же видела ее вблизи. Она ничего такая. Кира. Мне надо, чтобы она закрыла дело и отдала мне документы. Ты хотя бы это понимаешь? Понимаю. Нет, нет, нет. Все сейчас зависит от нее. Наше с тобой будущее. Я за тобой их никто не следил. Я поработаю. Макс в восторге от твоего знакомого. Дядя Владислав, дядя Владислав, дядя Владислав, Владислав Сафронов. Очень странное совпадение. Да не надо так смотреть, да? Я прочитал твое дело, извини. Ну, я просто понять не могу, чему оно тебя так увлекло. Рядовой мошенник. Не, я, конечно, плохо в этом разбираюсь, Ксюнь, но тут все очевидно, он просто вор. Нет, не просто. Он отдал деньги на лечение другу. Угу. Да. И все равно он вор. И Судову решает, что с ним дальше делать. Ну, ты чего так переживаешь? Гуляешь с ним. Сына зачем ты знакомишь? Ты в отпуск, а за него не едешь. Ну, знаешь, это уже совсем не аргумент. Разрушить судьбу человека только потому, что пора в отпуск. А как же я? Ну, как мне заслужить твое внимание? Заболеть смертельно или мир спасти, как Супермену? Что? Вот только не надо передергивать. Ну, я не передергиваю. Мне нужно подумать, я запуталась. Не буду мешать. Я рядом. Игорь. М? Ну, вот ты прочитал. Что скажешь? Ну, кроме того, что он вор. Мне нужен свежий взгляд. Ксюшка, я... Я всего лишь навсего компьютерщик. И хорошо только разбирайся в этом. И на мир смотрю сквозь призму компьютерных технологий. И, возможно, это искажает моя точка зрения и... Ну, и что ты там увидел сквозь эту призму? Ты знаешь, что такое вброс? Ну, да. Это информация, которая отвлекает от основной проблемы. Вот. Как раз вот эта самая зараза в показаниях свидетелей и есть. Ну, вот же информация про больного. Кира Волкова, это коллега Сафронова. Угу. Вот видишь, кроме нее, никто даже и не вспомнил о больном друге. Во всяком случае, даже не сказал о нем. Тебя поймали. Это получается. Мне подбросили тему, которая стала для меня главной. Угу. А... Нет, подожди, а Никита? Никита же действительно болен, и деньги ему пошли на лечение. Ну, честно говоря, я не знаю, в чем поток. Я даже не искала. Я даже не искала. Ой, господи, тупица. Да, кстати. У меня активирована функция отслеживания телефона. Это ты сделал? Ксюх, я брал твои вещи. Ну, ты же на должностное преступление пошла. Ты взяла это дело и принесла домой. А ради кого и чего, я не понимаю. Я хотел разобраться, что между нами происходит. Ты просто скажи. Ты следил? Нет. Папку брал, а... Телефон нет. Владислав, я сама с вами свяжусь, когда понадобится. Что же это такое-то? А мы что, опять на «вы»? И отслеживать мой телефон это уже через чугу. А я объясню. А когда я могу перезвонить? Я хочу тебя видеть. Я думал, его уже посадили, а вы, оказывается, тут все что-то уточняете. Всю страну разворуют, пока вы уточняете. Алексей Евгеньевич, а вы когда-нибудь слышали от Сафронова о его тяжелобольном друге? Никогда не слышал. Меня не интересует личная жизнь сотрудников. Ну, а когда обнаружилось мошенничество, вы сразу обратились в полицию? Нет. Я его уволил. В полицию идти не хотел. Почему? Ну, чтобы избежать огласки, разумеется. Это удар по репутации компании. А вы можете назвать дату, когда вы его уволили? Сейчас попробую. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Посадите вы его уже. Я клиентов теряю. А он что, ни при чем? Вы проходите. Правда, они уже уехали. Присаживайтесь. Куда? Ну, как? Влад повез Никиту в аэропорт, а там на месте мужа средств от сопровождающей из клиники. Ларис, а вы не могли бы мне подробнее рассказать, как пришел Владислав с предложением помощи? Да как? Мы прошли обследование. Получили диагноз. И я написала на своей страничке в соцсети, спросила, может быть, кто-то уже сталкивался с таким диагнозом. Мне люди стали писать, что лучше лечиться за границей. Я в таком шоке была. Ну, это же так дорого. А они пишут, продайте все, жизнь дороже. А вам было что продавать? Только квартиру. Я и пишу, а где нам жить? А мне опять. Найдете. Главное, спасти мужа. И вот потом написал Влад. Я уточню. Вы выставляли свою квартиру на продажу? Нет. Он написал мне в личку, спросил адрес. И на следующий день уже приехал и привез нужную сумму. А Владислав предложил вам свою помощь на каких-то условиях или... Да поначалу вообще никаких условий не было. Поначалу? Значит, потом появились? Ой, они появились только после того, как Никита вернулся с операции. Но нам же еще нужны были средства на химию. И тут вдруг Влад сказал, что оказывается, он нам дал деньги в долг. И что мы можем получить вторую часть суммы только после того, как я напишу расписку, что обязуюсь отдать всю сумму. Вам не приходило в голову, что такую помощь предлагают не просто так? Так он в начале-то вообще по-другому говорил. Вы написали расписку? Да. Как вы собираетесь отдавать долг? Квартирой. В расписке так и написано? Нет, там написана только сумма, что я обязуюсь отдать. И все. Ой, извините. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А Влад сказал, что я отдам квартиру, и он порвет эту расписку. Тихо-тихо-тихо. А? Вы что, не понимаете? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это расписка Филькина грамота. Он дал вам в долг ворованные деньги. Если не отдадите, он что, в суд подаст? Тем более он сам подследственный. Поэтому и требует с вас квартиру. А расписка только пугает. Да я даже как-то об этом не подумала. Влад обещал, что он нас сразу не выгонит, пока мы не найдем другую квартиру. Мы проверили все сделки Владислава, он ничего не покупал. А никакой сделки еще не было. Влад меня торопил, но... Я не хотела, чтобы Никита узнал. Он бы тогда не поехал лечиться. Но я ждала, когда он уедет. А... Квартира принадлежит только вам? Да. Мне ее родители еще до замужества подарили. Я уже и дочку успела прописать к матери, чтобы соцзащита не придиралась. Так Влад посоветовал. Когда сделка? Завтра. Кстати, покупателем будет не Влад. А кто? Его сестра. У него нет сестры? Ну, я не знаю, какая-то двоюродная... Кира. Он нас даже познакомил. Кира Волкова? Да. Понятно. Она не сестра, а коллега Сафронова. Лариса, вам под любым предлогом нужно отменять сделку. А если это Никите повредит? Ну, послушайте. Лечение уже оплачено и начнется вовремя. А если эта сделка состоится, то ее нельзя будет признать незаконной. Вы останетесь без жилья. А как это менять? Что сказать? Вам на время нужно уехать из города. Есть куда? Да. Оксан! Ты была права? Сафронов – профессиональный мошенник. Можно чаю? Да, держи. Вот. Буквально на всех местах работы он наследил и проворовался. И что, начальники предпочитали уволить по-тихому? Чтобы шума не поднимать? Да, в основном да. Даже было пару эпизодов, когда он шантажировал раскрытием коммерческой тайны. А если в руководстве была женщина, то вообще это песня. Он их просто соблазнял. Я вот одного не могу только понять. Каким боком здесь его вот этот больной друг? Что, он решил отмыться так, оплатив лечение? Да он и не собирался отмываться. Он привез деньги Беловым. Потом объявил, что давал их в долг. Теперь они собираются отдавать квартиру. Он даже расписку взял с Ларисы. Гаденыш, а? Да, и квартира, разумеется, будет покупаться третьим лицом. О, значит, еще подельник нарисовался. Ира Волков. Сотрудница той же страховой компании. Тоже влипла, красотка. Слушай, а неплохая парочка получилась. Сту- shortened. В bukke door. Привет. Пойдем. Стой. Давай, давай, сама. Да не бойся. То не приезжай, то приезжай быстро. Соскучился? Угу. Это следователь, что не хочет со мной разговаривать. Не перезванивает. И что? И то! Она была у Ларисы. После этого Лариса уехала к маме. Не врубаешься, нет? Она посоветовала Ларисе уехать. Эта курица сама бы никогда не додумалась. Так завтра же сделка. Наконец-то дошло, боже мой. Сделки не будет. Это что, получается, ты за спасибо мужика за границей лечишь? Угу. Я отдал ему все деньги. Этому нищеброду. Хотя он мог спокойненько лечиться здесь у нас. Черт, как я мог вообще облажаться? Такого никогда не было. Ты же был так уверен, что окрутишь следователя бабой? Да я убью ее и все. Так, ты пока еще не арестован. Ну и придумай что-нибудь. Должно же быть у нее какое-нибудь слабое место. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, я сейчас ухожу. Не уходи, пожалуйста. Да нет, мне правда не сложно работать на кухне. Даже удобно, знаешь. Там холодильник рядом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мне просто хочется быть с тобой рядом, понимаешь? Работать и чувствовать твое дыхание за спиной. Такое детское желание всегда быть рядом. Как у Макса нашего было, когда мы не могли его отучить спать рядом с нами. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ксюшка. Мне тебя мало. Я понимаю специфика твоей работы, что я мешаю тебе. Фух. Слушай, какое-то глупое объяснение получилось. Я сейчас пойду. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что случилось? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты чего? Я... Я... Я тебя изменила. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что? Я... Я не знаю, как это получилось, но... Почему? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Потому что я дура. Прости, это... Это произошло... Слушай, я ничего не хочу слышать. Я ничего не хочу слышать и знать об этом. Ты меня поняла? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Этого не было. СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Этого просто не было. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Да, проходи. С Сафроновым я закончила. Садись. Наконец-то. Странно, что ты с ним так долго возилась. Просто появились новые обстоятельства. Нужно было время на проверку. Оксана, тебя видели с Сафроновым? Ты садилась к нему в машину. Не как твой начальник, а как друг твоего отца. Я хочу от тебя услышать, что это было. Это один из этап расследования. Подготовь это все в прокуратуру. И в отпуск. Слушай. Слушай внимательно. Мне нужна папка с моим делом. Ваше дело передается в прокуратуру. Ясно. Твой сын у меня. Поэтому ты сделаешь все, как мне нужно. Нет. Да. Я забрал его после уроков. Ты что, не понимаешь? Если я привезу тебе папку, дело все равно не будет прекращено. Просто назначат другого следователя. Это зависит от тебя. Ты принесешь мне папку и остановишь производство дела. Дай мне поговорить с сыном. Нет. Ты что, мне не поверила? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Где перекрытие выставили? Вот здесь и здесь мы оставили. Как же они тогда ушли? Вот как? Здесь тоже надо было делать. О, Оксана, что движешь-то? Вокну собралась? Все потом. Помощь нужна моя? Нет. Куда ехать? Где Максим? Ты принесла? Где Максим? Да он здесь, здесь. Ты принесла или нет? А дело-то не закрыто. Но ты должна перевести его из уголовного в гражданское. Это невозможно. Слишком большая сумма. А ты постарайся. Иначе не отмоешься. У тебя вышвырнули. Ты с работы из семьи. Смотри. Ты спала с подследственным? Мало того, что спала, ты еще и принесла папку. Добровольно. Потому что твоему сыну ничего не угрожает. Где он? Ты поняла? Да, поняла. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Влад, взял? Да. Бегом. Поехали быстрей. Это кто? Муж. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АКООМ Игорь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Руга миллион с собой. Выйди из машины! Ну все, давай. Вы арестованы. Игорь! Господи, Игорь, как? Как ты? Ксения, я герой. Господи. Господи. Все понимаю. Ошибки следствия, похищение сына. Такого у тебя еще никогда не было. Ну что ж ты сразу так сдаешься, а? Федор Иванович. Все я рассказывать не буду. Вот тут и права, не надо. Не хочу я слышать это твое все. Поверьте, я хорошо подумала. Я как понимаю, уговаривать тебя бесполезно? Удачи тебе, Оксана Александровна. Все-таки я не понимаю, Оксана, что на тебя нашло? Бросить на осиженное место – неумный поступок. А меня, Галина Петровна, пригласили юрист-консультом. Крупную компанию. Мама, у нас все прекрасно. Я, кстати, тоже работу сменил. Что тебя-то не устраивало? Знаешь, очень хочется гарантированного отпуска и постоянной зарплаты. Правильно. Человек ищет, где лучше, а рыбу – где глубже. Клюет! 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 Что ж так орать-то? Ха-ха-ха-ха! Клюет! 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 Субтитры создавал DimaTorzok